Всем привет друзья, с вами я, со мной вы, добро пожаловать на Техноарену. В этом видео состоится битва крутых бюджетников Poco и Redmi. Смартфон M3 Pro 5G, как видно из названия, делает ставку на скоростной мобильный интернет, хотя это пока не слишком важно в наших краях. Помимо 5G, у Poco есть еще много других преимуществ. 90 герцовый экран, камера на 48 мегапикселей, до 6 гигабайт оперативы, батарея на 5000 мАч. Технический M3 Pro 5G является стопроцентной копией Redmi Note 10 5G. Поэтому для сегодняшнего сравнения я выбрал стандартную 4G версию Redmi, которая обладает такими востребованными опциями, как стереодинамики, влагозащищенный корпус, суперяркий AMOLED дисплей и продвинутые камеры. Далее разберемся в отличиях поподробнее. Кстати, если интересно, уточнить стоимость этих телефонов можно по ссылкам в описании. Канал Техноарена регулярно публикует эксклюзивные топы и сравнения на мобильную тематику. У нас вы найдете гору полезной информации. Подписывайтесь и бейте в колокол, чтобы не пропускать обновления. Также мне будет приятно, если вы поставите лайк или присоединитесь к общению в комментариях. В плане дизайна и сборки более практичным, на мой взгляд, кажется Redmi Note 10. Прежде всего, потому что он чуток компактнее и имеет, по крайней мере, номинальную защиту от проникновения влаги и пыли. Кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатка пальцев, изготовлена по новой технологии и слегка выпирает из торца, а не утоплена в корпус, как раньше. На нижней грани смартфона находится аудиоразъем для подключения проводных наушников. Сверху инфракрасный излучатель для дистанционного управления разнообразной техникой и второй мультимедийный динамик. Сим-лоток раздельный на три ячейки. В свою очередь, Poco M3 Pro 5G пытается визуально быть уникальным. Весь такой блестящий и нарядный, но полностью замаскировать общую с Redmi платформу, по-моему, не удалось. Сходство прослеживается по оформлению тыловых объективов и периферии. Жаль только, что камерный блок напичкали декоративной шелухой, красная точка, которая имитирует индикатор съемки, одинарная вспышка, которая косит под двойную, заглушка на месте датчика окружающего освещения, который зачем-то пересадили поближе к двухмегапиксельным камерам. Ну ладно, это мелкие придирки. К крупным минусам Poco относятся гибридный сим-лоток, отсутствие стереодинамиков и отсутствие базовой пылевлагозащиты. На работу смартфона ни в коем случае не влияет, конечно же, это просто очевидное отличие в сравнении с Redmi Note 10. Даже не назову их недостатками. Дисплей у Poco на долю дюйма больше по диагонали и поддерживает динамическое обновление картинки с частотой от 30 до 90 Гц, в зависимости от типа контента, который отображается на экране. Компания Xiaomi утверждает, что на 30 Гц телефон должен переключаться при воспроизведении видео с частотой 30 кадров в секунду. 60 Гц – это норма для игр и обычных видео с частотой 60 кадров. 90 Гц зарезервированы для анимации в интерфейсе и совместимых приложениях. А при просмотре статичных материалов герцовка понижается до 50. Матрица IPS совершенно не мерцает, шима нет от природы. Но проблема в том, что экрану Poco M3 Pro 5G банально не хватает яркости для комфортного использования на улице в солнечный день. И еще из-за особенностей технологии IPS вырез под фронтальную камеру получился почти в полтора раза шире, чем у Redmi Note 10 с матрицей AMOLED. Знатная драмаха. Диагональ дисплея Redmi составляет 6,43 дюйма, повышенной герцовки нет, однако Note 10 в разы ярче и цветовой охват у него соответствует спектру DCI-P3. Поэтому в ютубе пользователям Redmi доступны видео в формате HDR. К сожалению, на низкой яркости Note 10 немного шимит и в настройках экрана нет опции электрозатемнения, так называемый DC-димминг. В общем, в этом раунде, наверное, будет справедливо объявить ничью. Кому-то нравится IPS, кто-то уже привык к AMOLED. Ориентируйтесь на личные предпочтения. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 11 и фирменной оболочки MIUI. Если между ними есть какая-то разница, то совсем незначительная. Допускаю, что я не обратил внимания на некоторые нюансы, так как в целом Redmi и Poco очень похожи по программному функционалу. Единственное, что бросилось в глаза, это невозможность открыть приложение в плавающем окне на M3 Pro 5G. Может, в настройках что-то пропустил или не все системные обновления установил. Пользователи M3 Pro 5G, откликнитесь в комментариях, пожалуйста. А Redmi Note 10 благодаря своей OLED-матрице позволяет реализовать световые уведомления на выключенном экране, хоть какая-то замена забытому светодиодному индикатору событий. Но этому костылю пока не хватает гибкости. Нельзя выставить периодичность световых эффектов, их длительность. Функция Always-On Display тоже, по сути, фейковая, поскольку для просмотра уведомлений нужно каждый раз прикасаться к экрану, и через 10 секунд он гаснет, что более характерно для IPS-матриц. Решил рассказать об этом в пункте ProSoft, потому что проблема именно в недоделанности самого интерфейса MIUI. Зато Redmi Note 10, безусловно, доминирует по комплекту и параметрам камер. У него больше разрешения фронталки 13 мегапикселей против 8 у Poco, и есть отдельный панорамный объектив с углом обзора 118 градусов. При видеосъемке на Redmi формально доступны режимы 4K 30 кадров в секунду и Full HD 60 кадров. Правда, в этих режимах не работает электронная стабилизация, но тем не менее. Poco снимает только в Full HD, причем с великолепным битрейтом видео и звука, достаточно широким динамическим диапазоном и неплохим контрастом. Однако при наличии штатива или ручного стабилизатора, конечно, лучше записывать видео в 4K на Redmi Note 10. Просто это следующий уровень детализации. Высокая четкость кадров сохраняется даже при двукратном увеличении. Ну и по качеству фотосъемки Redmi вновь опрокинул Poco. Я с удивлением обнаружил, что Note 10 практически не замыливает листву, траву, текстуру стен, детали в тенях и тому подобное. Впрочем, алгоритм иногда ошибается и создает лишнюю, неоднородность там, где ее изначально не было, например, на небе. В принципе, фотографии с M3 Pro 5G тоже превосходят ожидания, но его камера активнее борется с цифровым шумом и параллельно разглаживает некоторые мелкие детали. По быстродействию и производительности чуть шустрее оказался Poco M3 Pro 5G, который оснащен 7-нанометровым процессором Dimensity 700. Он моментально перезагружается и без задержек открывает тяжелые приложения. Redmi Note 10 заметно подтормаживает в этом плане. В играх же положение выравнивается и в определенные моменты Redmi дает прикурить Poco. Если бы на M3 Pro где-нибудь завелись 90 фпс, был бы другой разговор, а так 50 на 50 по играм. Перегревом и троттлингом Poco абсолютно не страдает. Под нагрузкой температура его чипсета колеблется около 40 градусов по Цельсию. У Redmi под крышкой скрывается 678 дракон, которому там наверное тесновато, поскольку он быстро устает, сбрасывает частоту и пыхтит как паровоз. Для него норма это 45 градусов и 75 процентов от максимальной частоты. Усредненные результаты нескольких тестов Antutu подтверждают преимущества M3 Pro 5G. Данные телефоны существуют в версиях на 4,64 и 6 на 128 гигабайт памяти, но в отечественных магазинах сложно найти старшую модель Note 10, тогда как M3 Pro 5G свободно продается в обоих конфигах. Возможности беспроводных коммуникаций это следующий пункт сравнения, который будет в пользу Poco. И дело вовсе не в поддержке 5G, а в том, что здесь имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты. Наличные деньги постепенно выходят из оборота, для банковских карточек всегда нужен кошелек. Телефон с NFC значительно упрощает жизнь, так вот в Redmi Note 10 как будто специально не поставили NFC. За что? Но для Redmi еще не все потеряно. Если вам важно время автономной работы и скорость перезарядки аккумулятора, то Note 10 это лучший выбор. Матрица AMOLED реально помогает экономить энергию, даже при том, что она в два раза ярче IPS экрана в M3 Pro. Например, при воспроизведении видео Redmi высаживает батарею в среднем за 20 часов, а Poco за 16. Но учтите, что если фон в основном будет светлым, то матрица IPS получает приличную фору. При чтении веб-сайтов Poco наоборот продержался на 4 часа дольше Redmi. В любом случае результаты достойные. Аккумуляторов по 5000 мАч уверенно хватает на пару суток традиционной эксплуатации или 6 часов игр. По скорости зарядки Redmi Note 10 вырвался далеко вперед. С 33-х ваттным адаптером за полчаса он набирает 65-70%. Poco M3 Pro за 30 минут успевает восстановить запас энергии на 50-55%, что тоже довольно неплохо. Длительность полной перезарядки не засекал и так все понятно. Да и какой смысл зря тратить время ради последних процентов. В финале битвы предлагаю оценить независимые отзывы об этих смартфонах. Вот что обычные покупатели говорят о Poco M3 Pro 5G и Redmi Note 10. Немного тусклый экран. Часто показывает рекламу. Греется при интенсивной работе. Нет NFC и индикатора уведомлений. Экран с шимом. Приглючивает по мелочам. NFC работает, игры тянет. Симпатичный дизайн. Аккумулятора хватает на двое суток. Экран 90 Гц, без затупов. Внешний вид, скорость, зарядки. Хорошая камера, красочный экран. Стереозвук, мощный процессор. Отлично фотографирует. На этом все, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел до конца новую битву смартфонов на техноарене. Как думаете, кто вышел из нее победителем? Напомню, что Poco M3 Pro 5G явно лучше по мощности процессора объема оперативной памяти. У него IPS-экран с частотой 90 Гц и есть NFC. А Redmi Note 10 привлекает компактностью, стереодинамиками, хорошими камерами, ярким AMOLED-экраном и 33-ваттной турбозарядкой. Кому интересно обновиться, в описании видео вы найдете ссылки на проверенные магазины с быстрой доставкой и очень выгодными ценами на Poco M3 Pro 5G и Redmi Note 10. Пожалуйста, делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайк, если сравнение понравилось и подписывайтесь с колокольчиком. Канал Техноарена регулярно публикует эксклюзивные рейтинги и сравнения на мобильную тематику, которых нигде больше нет. Следите за уведомлениями, всем удачи, здоровья и хорошего настроения!